здравствуйте товарищи я сегодня хочу выступить на тему судьба россии задача рабочей партии весь народ трудовой рабочие и не только рабочие все трудящиеся которые живут своим трудом создают материальные и духовные ценности все больше и больше с тоской и с горечью вспоминает о том времени когда у нас в россии была советская власть социализм и у нас был советский союз могучий и мы чувствовали что мы живем в великой стране которая быстро развивается и знали что будущее светлое потому что жизнь с каждым годом улучшалась цены снижались образование повышалось медицина улучшалась то есть мы жили в обществе в котором соответствии с законом с целью социализма производства ведется для обеспечения благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества сейчас имеется изменение в том или ином отношении потому что при любом способе производства в любой экономике идет какое-то развитие в каких-то областях отраслях это развитие как бы побочный продукт погони за прибылью то есть кто-то хочет набить себе карманы а поскольку ему не удается набить карманы просто обворовав и отняв у кого-то как они делали в первые годы после перестройки в годы приватизации тогда когда здесь складывались опять реставрировалась капиталистическая экономика ну приходится что-то вкладывать отрывать можно сказать от покупки яхты котиров и от покупки островов и вкладывать вопросы связанные с наукой с культурой с образованием хотя как мы знаем сама власть буржуазная она не только в этом не заботится надо убирает решение таких вопросов именно те организации которые должны этим заниматься ну вот скажем тот же даже академия наук академия наук превращена усилиями руководства клуб ученых она уже не зарегистрирована как научная организация вот все институты отделены и перешли в подчинение сначала такая была компания фану федеральное агентство научных организаций вот а потом просто министерство науки образования ну и ученые вы можете садиться гурьбой в клубок в кружок вот собираться и обсуждать обсуждать причем президент академии наук разговаривала с президентом россии просил все таки какие-то функции это позитивные выделить академии наук но этот разговор закончился тем что вы можете прогнозировать ну вот представьте себя если страна катится в пропасть какой будет прогноз что нас катится в пропасть поэтому прогнозирование то не планирование это не составление программ это не намечание не составление соответствующих планов то есть вот то что мы наблюдаем это есть результат и то что что мы налюбляем во время этой самой коронавирусной инфекции. Не будем забывать, что эта коронавирусная пандемия пришла к нам после реформы медицины. А в чем состояла реформа медицины? Здесь вот жульническим образом, как это делается и в образовании, и в медицине, называют оптимизацией то, что является ухудшением. Вообще оптимизация по своему смыслу – это нахождение наилучшего, оптимального варианта. Но все зависит от критерия. Если у вас оптимальный вариант состоит в том, чтобы отобрать деньги в той области, в которой вы оптимизируете, и положить их себе в карман, или к себе и себе подобным, это тоже оптимизация. Только оптимизируется не деятельность этой организации, а оптимизируется использование этой организации для повышения своих доходов. И есть две оптимизационные задачи. Одна задача состоит в том, чтобы максимизировать результат при данных затратах. А другая задача – если задан результат, то надо минимизировать затраты на его получение. Ничего общего с научным понятием оптимизации. То, что творится в образовании, в медицине и в других сферах, то, что называют теперь обманным образом, хоть обманывая народ, граждане, которые проводят так называемые оптимизации, ничего общего с оптимизацией не имеют. То есть они действуют как жулики, которые употребляют одно слово, а делают другое. Пример. Вот та самая медицина, которая, если бы она развивалась и шла вперед, то она не так бы встретила нынешнюю пандемию, когда нас призывали носить маски, а я входил в каждую аптеку, которая у меня по пути встречалась, не ради маски, а ради того, чтобы проверить, а маски ли есть в аптеках. Ах нету, не было. Маски появились только тогда, когда уже вроде бы стабилизировалось положение, и уже нет такой большой угрозы. И тут и маски как раз появились. Представьте себе, во войну противогазы появились бы после того, как уже было сделано сотня газовых атак. И тут вдруг появились бы противогазы. Просто удивительно. То есть это не то, чтобы лежало в складах, как неприкосновенный запас на случай всяких таких вот серьезных проблем. Нет, это вот такая вещь. Так вот, так называемая оптимизация в медицине свелась к тому, что сократилась на 7% финансирование медицины. То есть вместо того, чтобы расширить возможности медицины, то есть дать дополнительные средства выделить для развития медицины, у медицины подбирали, позакрывали в том числе сельские медицинские пункты. И теперь для того, чтобы человека, у которого приступ какой-нибудь сердечный, довести до ближайшего пункта медицинской помощи, надо проехать 80 километров. И поэтому часто бывает, что это дорога в один конец. Здорового человека еще везут туда, а оттуда уже приходится привозить человека, которого приходится провожать. Вот, поэтому ясное дело, что это задача. Задача остановить падение, остановить движение вспять, при том, что есть какие-то всплески в том, в другом, в третьем отношении, и позитивные. Этого никто не отрицает, потому что развитие шло и при рабовладении, как вы знаете, да, и при феодализме. Оно идет при капитализме. А вот то, чтобы целью производства было обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, это цель коммунистического производства, и она действует от первой и во второй фазе. Поэтому судьба России, как страны, которая первая встала на путь социализма, которая первая совершила социалистическую революцию, первая построила социализм, разгромила самую страшную угрозу не только для социализма, но и для мира в целом, фашизм. Поэтому судьба России состоит в том, чтобы совершить социалистическую революцию, восстановить социалистический строй и обеспечивать полное благосостояние и свободное всестороннее развитие и двигаться по этому пути до полного уничтожения классов. А для этого надо уничтожить различия между людьми, физическими людьми, умственного труда. А это долгое дело, потому что это надо очень сильно сократить рабочий день и начинать его сокращать уже сейчас. Вот тогда, чтобы определяющим было не рабочее время для человека, для его судьбы, а то, что он делает в свободное время. То есть надо, чтобы свободное время превышало рабочее, и по этой дороге надо идти. Ну вот какие-то всплески сейчас были в некоторых организациях во время пандемии. Зарплату все равно платить надо, а работы нет. Ну вот людям сократили рабочее время. Это как созвучащина. А это не созвучащина, надо идти по такому пути. Если вы сэкономили рабочее время столько, что можно 10 человек уволить, 10 человек – это в день, это 80 часов. 80 часов – это значит, что вы на эти 80 часов можете сократить рабочее время. И при сокращении рабочего времени никто не будет увольняться. Сегодня повернуть на этот путь или попытаться добиться этого можно одним только путем. Путем выдвижения соответствующих требований со стороны рабочих коллективов, выдвижением этих требований проведением переговоров. И если переговоры не устраивают работников, если работодатели не соглашаются, значит проведением коллективных трудовых споров и с выходом на то право, которое есть на использование права на забастовку, которое записано и в Конституции, и записано в Трудовом кодексе. Если кто думает, что это записано в качестве подарка рабочему классу, нет, это результат многолетней борьбы мирового рабочего класса в условиях капитализма, поскольку капиталистическое производство предполагает найм, а найм предполагает договор. То есть я вот что-то делаю, а вы мне что-то платите. А вот сколько вы мне платите – это предмет договора. Если меня не устраивает то, что вы мне платите, то я работать не буду. Но если это делает один человек, ну не будешь работать – до свидания, увольняйся. А если это делает коллектив, то единственный способ действия для собственника средств производства состоит в том, чтобы пойти навстречу, иначе его производство будет стоять. И это вполне законное требование и законное поведение работников, если они это осознали. Могут ли это осознать работники, и могут ли они успешно двигаться по этому пути. Такие попытки выдающимися профсоюзными организациями делали, и они примеры этого показывали. Это делал и профсоюз авиадиспетчеров во главе с Сергеем Анатольевичем Ковалевым, который и его президент, и является генеральным мисситарем конфедерации труда России. Это делали докеры успешно в Санкт-Петербурге, до тех пор, пока председатель Портового комиссия Самоисеенко по существу не предал свою профсоюзную организацию, пришлось его выгонять. А он тогда потребовал миллион отступного. Нам пришлось с ним судиться, вот товарищ Федотов и я, мы были доверенными лицами от профсоюзной организации докеров, чтобы судиться с бывшим посетателем профсоюзного комитета. А почему так получается? А потому что профсоюзы, они далеко не смотрят, и смотреть не могут. Почему? Когда говорят, вот профсоюзы школы коммунизма, то это, конечно, красиво, и это вообще ленинское высказывание, но на самом деле мало кто в это дело вдумывается. Здесь главное слово – школа. То есть коммунизм состоит в том, чтобы думать об общем деле, а не только о своей зарплате, правильно? То есть когда люди за общее дело поднимаются, ну, скажем, за общую зарплату, чтобы у всех она была выше, или у всех было лучше, так сказать, условия труда, лучше или короче рабочий день и так далее, вот в этом смысле они в этот момент и в это время выступают как коммунисты. То есть коммунизм значит общий, они выступают за общее дело. Но это школа коммунизма, то есть они только учатся, делают первые шаги. Но в школе все делают ошибки, это не получается, то не получается, есть двоечники, и отличники тоже превращаются в двоечников. Поэтому если нет партийных организаций, которые не на момент этого коллективно-трудового спора договорились вместе выступать, а нет партийных организаций на заводах, которые денно и ночно и постоянно имеют своей целью организацию и профсоюзов, и организацию профсоюзной и в целом коллективной борьбы за интересы работников, то развития профсоюзного движения, как профсоюзное движение защищающего работников не будет. Но возьмите вы Англию. В Англии все профсоюзы, все почти работники, огромное большинство состоит в профсоюзах. А профсоюзы эти состоят в волейбаристской партии. А что такое волейбаристская партия? Лейба – это труд. Ну, вроде партия трудовая. А что значит трудовая? Трудие здесь. А кто получает прибавочную стоимость? Ну, тот, кто командует парадом. А кто командует парадом в волейбаристской партии? Как вы думаете, это капиталистическая партия, буржуазная или партия рабочего класса? Да все знают, что она не партия рабочего класса. Там меняются консерваторы и волейбаристы. То одни, то другие. Эти, значит, какие-то уступки сделают рабочим. Даже хозяина собаки делает уступки ей иногда. Подкидывает какой-то кусочек или меньше чего-то требует. А, значит, приходят консерваторы, они обратно возвращают эти куски и снова идет это по кругу. Так же делается в Америке. Там, правда, придушили хорошо профсоюзные движения. Там и бандиты есть, полубандиты, мафия профсоюзная. Там мало людей в профсоюзах. И поэтому ожидать, так сказать, подъема рабочего движения в Соединенных Штатах Америки, где рабочим просто кидают подачки, это во время империализма, монополистического капитализма всегда можно делать, ну, не приходится. То есть, это не то слабое звено, где вы можете ожидать социалистической революции. А социалистическую революцию надо ожидать в таких странах, как Россия. Россия была что, какой? Некоторые говорят, отсталой страной. Ну, это извините. Отсталой стране не может произойти социалистическая революция. Россия была в 13-м году на пятом месте. Поэтому она не отсталая. Она отсталая по всяким другим параметрам, но не по экономике. Ну, представьте себе соревнования, и вы на пятом месте. Вы можете гордиться. Конечно, вы не получили чемпионское звание, не получили медаль, но вы четвертый и пятый стояли за медалистами. А там еще 100 человек хвост. А у нас больше, чем 100 государств в мире. Значит, какой вывод? Нет никакого серьезного успеха в профсоюзной борьбе. Такого успеха, который бы позволил из школы попасть хотя бы на первый курс вуза, чтобы в порядке профсоюзной борьбы. Не будет, если не будет, партийных организаций на заводах. То есть партийные организации на каждом заводе. То есть это первичная партийная организация, это норма. Это нормально. То, что нет первичных партийных организаций, рабочей партии России сейчас на заводах, это не норма. Это ненормально. А это в каком смысле ненормально? Это партии плохо? Да партия, конечно, это не здорово. Но это, прежде всего, кому от этого плохо? Профсоюзному движению. Потому что они присылают нам всякие, когда их прижмут и когда их придавят, как нам спастись, меня уже забили в угол, нельзя ли из этого угла нас вытащить? И вот, так сказать, некоторые наши товарищи шлют советы и так далее. А как вы считаете, партийные партии должны быть в обороне или в наступлении? Если вы ведете борьбу за интересы трудящихся, как вы должны действовать? Выставить требования, провести переговоры. А если переговоры не дали результата, выставить уже не переговоры, а поставить это в порядок требований для организации коллективного трудового спора. Если во время трудового спора с вами и договорились, значит вы выходите на забастовку, в которой есть форма разрешения законом, установленная форма разрешения коллективного трудового спора. Так что говорить о забастовках, если, скажем, сколько раз мы и скольким людям разъясняем и в России, и в Донецкой и Луганской Народной Республике, что если вам не заплатили зарплату? Вы ведь наемный работник, то есть вы заключили трудовой договор. Вы работаете, вам платят. Вам не платят, вы не работаете. Вот и все. Есть соответствующая статья трудового курса у нас, 142-я, которая говорит, вы уведомить должны администрацию о приостановке работы до выплаты зарплаты. И хотите, сидите на рабочем месте, что я бы советовал. Можете «Капитал» читать, можете «Ленина», можете здесь читать художественную литературу, увлекательную. И ждите, если спросите, что вы делаете, жду, когда принесут зарплату. Вам тогда, согласно этой 142-й статье Трудового кодекса, должны уведомить вас, уведомить письменно о том, что завтра вам будет выплачена зарплата. Тогда вы можете завтра, когда вам будет выплачена, в тот день, когда вам выплачивают зарплату, выходить на работу. А до этого вы только не забывайте, что вы не прекращаете работу, а вы ее приостанавливаете. В чем разница? Вот я могу прекратить свое поступление, а могу приостановить. Я приостановил. Приостановка завершена. Ну, так и так же это, то есть, совсем другие вещи. В этих вещах надо разбираться. Для того, чтобы разбираться, надо этим специально заниматься. Вот что такое партия рабочего класса? Партия рабочего класса, и это такая организация трудящихся, которая понимает, что самым передовым классом является рабочий класс, и в этой партии они состоят. Здесь должны быть рабочие прежде всего, а также представители других слоев и классов, если они переходят на позиции рабочего класса. Если они переходят на самые передовые. Не потому, что сами по себе любые рабочие передовые, это совершенно неверно, а потому что, когда мы ставим вопрос об экономических интересах, о том, кому выгодно, так вот наиболее заинтересованным во всех прогрессивных преобразованиях является рабочий класс. Кто значит наиболее заинтересован? Он больше всего выгоды получит от этого. То есть, и я получу от социализма. Ну, вы понимаете, я вот сейчас сижу дома и выступаю. А для того, чтобы рабочий что-то сделал, он вынуден идти на завод. А если на заводе, как говорят, нам говорят, не выходите, надевайте маски, надевайте перчатки, а вы там работаете. А вы там работаете, и никто работу на крупных предприятиях не останавливал, останавливать не будет. И мы знаем, что в Красноярский край полетели военные, так сказать, срочно спасать тех, которые работают на привиске золотом, и там массовое заболевание коронавируса. А как спасать? Ну, значит, их разместили, там срочно сделали, как умеют военные, отдельно сделали госпиталь быстро, а иначе там же нет больницы, некуда их поместить. Сделали больницы, ну, в этом состоит спасение. А вообще-то спасение состоит в том, чтобы не заражаться. Так вот это не касается вообще рабочих, потому что рабочие все в основном работают. А вот те, кто сейчас находится на удаленном доступе, они теперь рискуют попасть в такое же положение, когда продадут помещение после коронавирусной инфекции, хозяева продадут свое помещение, и говорят, вы сидите по домам, и по домам мы вам задания будем подавать, и можете работать там не 8 часов, а все 12 и 13. Вы же дома? Ну, да работаете там. А как вы будете доказывать, сколько вы работаете, и почему вы работаете вот столько? Не говоря уже о том, что у вас есть семья, есть дети, есть супруг или супруга, и у них есть свои дела, и не все живут, как говорится, в 5-комнатных квартирах, а если это 1-комнатная или 2-комнатная, это значит, что у вас отобрали еще и жилье и превратили в помещение вашего хозяина. Поскольку вы же в интересах вашего хозяина работаете, вот вы и работаете там. Короче говоря, если мы связываем судьбу России, и если это объективно связано судьба России с восстановлением советской власти и социализма, это может прийти, само собой, только благодаря классовой борьбе. А классовую борьбу должны вести, прежде всего, организованные по коллективу рабочие, и которым помогают представители других слоев. А для этого на каждом крупном заводе, на каждой крупной фабрике должна быть соответствующая партийная организация, хотя бы 3 человека. И тогда эта партийная организация может, соответственно, построить и наладить деятельность и профсоюзной организации, в которую как раз это желательно как можно больше включить. Потому что требования к членам партии очень высокие. Они вступают в партию, вообще говоря, не на забастовку, и не на ближайшие переговоры, а вступают в партию, в общем, на всю свою жизнь. Только предатели, так сказать, дела партии, и потом оттуда выходят или их выгоняют в связи с бездеятельностью, в связи с тем, что они не платят внос, не распространяют газеты, не учатся в красном университете, не работают одним словом и думают, что они могут просто сидеть и по ночам перезваниваться или болтать в каких-нибудь чатах. Вот такая ситуация. Значит, но эти заводские организации должны быть объединены в городские организации. Зачем? Вот городские организации партийные нужны для того, чтобы направлять дальнейшие движения вот этой самой индивидуальной борьбы на отдельных предприятиях или коллективной борьбы на отдельных предприятиях. Почему? Потому что мы уже с вами хорошо знаем из истории, как создаются советы. Советы – это органы территориальные, это городские советы или областные советы, которые создаются по представительству от трудовых коллективов. Каких? Ну, это от трудовых коллективов, когда все налажено, когда уже социализм есть, а когда еще не налажено, от забастовочных комитетов. Потому что если вы от своего представителя, своего представителя от каких-то коллективов сейчас пошлете, ну, они все, никто им мешать не будет, сидите и обсуждайте, что хотите. Снимите помещение, или найдите, или пойдите в лес, или еще куда, и там можете собраться и обсуждать. И что? Ничего. И будете вы как те самые интеллигенты, которые любят поговорить. У нас, как говорится, таких людей очень много, и я сам из тех же самых людей, поэтому, как вы понимаете, у нас ведь ситуация какая? Рост закрыл, рабочее место уронов. Поэтому это совсем не то же самое, что ситуация на заводе. Поэтому для того, чтобы могли образоваться советы, это должны быть органы, которые идут не просто от коллективов, а от забастовочных комитетов. И поэтому советы могут образоваться и образуются на подъеме и во время подъема забастовочной борьбы, статчичной борьбы. Вот только если есть подъем забастовочной статчичной борьбы, когда класс проявляет себя как класс, но если он без головы, то есть у него нет партии. Он не создал свои органы, чтобы эти органы могли действовать. Нет у них этих самых советов, которые образованы представительством от забастовочных комитетов. Успеха этой забастовки не будет. То есть прошла забастовка, поднялась волна, потом волна ушла. Смотрели на море, вот прилилось отливы. Подошла волна, потом она откатилась. Подошла снова потом, откатилась. Никого, волны забастовочной борьбы сами по себе, никого не пугает. Вот было такое движение международное после нашей революции в Европе. Это фабрично-заводские комитеты. Фабрично-заводские комитеты создали на всех заводах, там, где никто и даже не бастовал. И от них есть представители, эти представители собирались в масштабах России, потом эти представители собирались в масштабах европейских. Собираются и что делают? Принимают резолюции. И все. То есть вот мы с профессором Золотом смотрели, изучали эту историю фабрично-заводских комитетов. Это движение тупиковое. То есть фабрично-заводские комитеты нужны там, где у вас нет профсоюза. Вот на этом заводе они создали. А у вас уже тут надо создавать уже городские советы, а у вас даже и профсоюзы. Ну, значит, там, где нет профсоюза, вот сейчас это вот всем рекомендация. У кого нет профсоюза или профсоюз сгнил, пока вы там сделаете не гнилой профсоюз, будет очень много времени потрачено. Создайте фабрично-заводской комитет из трех человек. Ну, хотите из четырех, хотите из пяти. Спрашивать надо у кого-нибудь разрешение. Ну, кто спрашивает разрешение на инициативу? Вы знаете, что такое инициатива? Все спрашивают, что это у вас за комитет? Это инициативный. Ну, и все. Инициативный. Вот по своей инициативе создайте, и все. А инициативу неприлично душить даже в капиталистическом. Вот я от инициативы проиграл, а меня взяли и задушили. Нехорошо. У нас свободное общество. Хотим, проявляем инициативу летать на луду, если у нас есть на чем летать. Ну, нету, значит, идите инициативу купите хлеб и кушайте, если у вас деньги есть. Нет денег? Ну, значит, у нас есть такая категория, как бомжи. Постепенно они туда попадаешь, а потом из бомжей тебя забывают. И все. Мы же в свободном обществе. Свободно живем, свободно умираем. Никого не запрещают. Вас никакая медицина не будет спасать, если вы нигде не записаны. Вас спрашивают, а у вас полиция есть? Зачем вам полиция, если мне надо лечить? Ну, у нас даже, скажем, экстренную помощь и то начинают оказывать. Правда, если ты, наверное, без сознания можешь окажуть все-таки экстренную помощь, и без того, чтобы у тебя проверять документы. А так ты пойдешь в какой-нибудь пункт травмпункт или глазной травмпункт, ну, давайте его в полиции. Точнее, нет у меня в полиции. Все, что надо делать. Ну, тогда без полиции пока еще не делают, поскольку имеются отпечатки социализма. А так вообще нет. А зачем нужно в полиции? Это значит, кто-то там кормится за счет этого дела. Там есть какая-то организация. Есть так называемая страховая медицина. На кого она страхует? То есть, то, как в ней работают. Также можно было страховое образование сделать, чтобы все деньги пошли сначала этим в страховое образование. Там бы они сделали себе гигантские зарплаты, а оставшиеся платили бы преподавателям. Но поскольку мы вот преподаватели, у нас горло, так сказать, привычное, и, так сказать, и голос громкий, мы-то этого не допустили в области медицины. И даже люди не знают, что к нам поступают деньги не через банки. В вузы деньги поступают через казначейство. Я думаю, что для некоторых вот будет то, что я сказал, новость. Через казначейство никаких процентов. Вот прямо идут государство, присылают казначейство и дальше на заплату и на другие нужды, какие нужны для вузов. А вовсе не через какие-то страховые, а может было страховое общество сделать, которое бы насосалось, как всякие паразиты. Сначала оно напилось кровью, а потом уже осталось, тот попадает кому-то еще. и так на заводах должны быть обязательно партийные организации заводские, фабрично-заводские, хотя бы из трех человек. Не будет этих трех, но ничего не пойдет. Вот, скажем, в порту очень активная была деятельность в морском борту Анкт-Петербурга. Там было два рабочих. Федотов и Тимофеев. И еще потом один доктор вступил. Рысев. Три. Вот три было. И делались огромное было с Бостока. Полутора годовая. Другое дело, что члены рабочей партии России, в которой состояли и Федотов, и Тимофеев. Они участвовали, помогали, издавали газеты. Вот, приходили, так сказать, в портовый комитет и вместе разрабатывали планы действий и так далее. То есть, Иван Михайлович Герасимов приходил, и Журавлев Андрей Алексеевич. Ну, и вся редакция была задействована в газете «Народная правда» и газеты «За рабочее дело» для службы докерской забастовки. А потом нам еще удалось привлечь к освещению забастовки товарища Бушина, лучшего советского публициста. И он написал такую замечательную статью в «Трюм». Мы ее опубликовали в «Народной правде», а потом еще и «Правда» ее перепечатала. И поэтому забастовка была победоносной. Для этого надо, чтобы было хотя бы три члена партии. А у нас, к сожалению, это не в традициях России, между прочим. Стоят люди и смотрят, а вдруг вы не выиграете. Если выиграете, я к вам пойду. Не выиграете, я вас не знаю. Но так нельзя. Потом или еле запуганность какая-то есть. Ну вот, скажем, я не из тех людей, которые прячутся. Найти мои выступления можно в интернете в самом неожиданном месте. Но как вы думаете, что со мной стало? Как что? Ну я, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор силосовских наук, профессор по экономике и права, президент Фонда Рабочей Академии, действительный член Петровской Академии Наук и Искусств, ну и награжденный медалью имени Ломоносова за посвятительскую деятельность и службу России. Поэтому не надо себя запугивать. Вот, а вдруг, а что будет? Ну что будет? У вас отнимают работу. Отнимают работу, отнимают еду. Отнимают еду, вас ставят на грань голодной смерти. Вас, ваши семью, ваших детей. И что еще нужно? То есть, надо понимать, что в одиночку, в одиночку хорошо топиться, вешаться в одиночку. А побеждать в одиночку невозможно. Невозможно. Поэтому существуют разные формы организации. Профсоюз надо в любом случае задействовать. Профсоюз никаких особенных далеких целей не ставит. вы каждый раз добиваетесь либо повышения зарплаты, либо улучшения условий труда, или пересмотра этого самого пресловутого, когда у вас то, что было вредно, объявляет невредным, то, что было опасным, объявляет безопасным, а также может оторвать вам руку. Но уже записано, что это не опасно. И так далее. То есть, если это дело профсоюзное, то это касается отдельных частных вопросов по улучшению вашей жизни. Причем частных в смысле экономики, но общих для всего коллектива. Раз это общие для всего коллектива, мы с вами собираемся бороться по этому вопросу. А вы, скажем, может быть, член ЛДПР. Да на здоровье. А другой, может, член ЛДПР. А третий в Единой России. А четвертый справедливый. И что? Да это не имеет никакого значения. В профсоюзе вы решаете общие задачи на данный конкретный конфликт. И все. Партия другое дело. Партии, они очень сильно различаются. Есть. Существуют сейчас с таким потенциалом, чтобы быть партией рабочего класса, рабочая партия России. Других партий не усматривается в этом плане с точки зрения работы в трудовых коллективах, работы с рабочими. Не усматривается. Люди одни занимаются написанием только теоретических статей и даже не ведут такую систематическую партийную учебу, как ведет рабочая партия России. У нас же все обучаются в Красном университете. Если он не обучается, он не может быть принят в рабочую партию России. Он должен взять обязательство, что он пройдет. А если он обязательство не выполняет, его исключают. Мы исключаем не меньше, чем принимаем. Так что у нас нет такого бурного роста, потому что мы создаем организацию авангарда, а не организацию, которая изображает из себя авангарда, на самом деле середнички, или оригард, или трусы, и так далее. Ну и естественно, у кого есть умения, и способности, и талант, это все приветствуется, потому что в любом деле это очень важно. Инициатива самое главное. Инициатива. И вот заводские, фабрично-заводские партийные организации должны быть объединены и будут объединены, поскольку это судьба. Поскольку вопрос о переходе к социализму это не вопрос России, и вопрос другой страны. Уже миллиарды, пятьсот миллионов человек живут в социалистических странах из семи миллиардов. И даже где у нас во многих странах прошли контрреволюции, а в других странах не прошли. Это тот процесс, который совершенно естественно является. Здесь победили, там проиграли, а общий баланс? А общий баланс полтора миллиарда человек. Плюс вокруг этих полутора миллиардов сейчас складывается определенный союз, к которому присоединяются, не поверите, страны капиталистические. Почему? А потому, что они не хотят, чтобы их съел большой друг или большой брат Соединенные Штаты Америки, которые в порядке реализации своей политики фашизма на экспорт могут прилететь на самолетах с танками и с войсками и уничтожить правительство и государство и не спросят у вас, какой строй. Потому что они в последнее время нападали как раз на социалистички, то и не нападали. Они попробовали на социалистичке Вьетнам напасть и в итоге проиграли. Ну, кто в войне Вьетнам и США победил? Вьетнам. Причем, Вьетнам начинал только с севера, а по итогу у американцев был еще и юг. А теперь что? А все, и юг нет. А потом туда приезжает Крамп встречаться с другими странами, поскольку это тихое, спокойное место. Здесь полный социалистический порядок. Вот Шанхайскую организацию сотрудничества, в которой присоединяются те страны, которые капиталистически не хотят быть жертвой американского фашизма на экспорт, сейчас находится Россия. Россия позавеса нужен союз с Китаем. Почему? Потому что ее окружили всякими санкциями, рынок закрывают для российских товаров на международной арене. Но китайский рынок бесконечный, бесконечный. Поэтому, когда говорят, мы в кольце врагов, нет, мы в полукольце. Полукольце. Мы не хотим. Поэтому Россия очень нуждается в поддержке Китая, в частности, потому что у нас всего 1,7 мирового ВВП. Это наша экономика нынешняя доблестная, которая была, когда был Советский Союз, мы были на втором месте, а сейчас мы на пятом и там похоже на шестое переползаем место. А у Китая первое место. И поэтому если, скажем, американцы увеличат, а американцы примерно на такой же уровне, как у Китая по ВВП, если они увеличат вложение в военное производство, для нас будет очень тяжело. Ну, если сложить потенциал военно-стратегический Китая и России, порядка обороны от наступления американского капитала, в этом случае у нас достаточно ресурсов и можно жить спокойно. Поэтому, скажем, когда наскакивал Трамп на Ким Ир Сена и на Корейского народодемократического республику, и Китай и Россия так вежливо говорили, ну, надо разговаривать, не надо таким языком говорить, ничего-то у вас не получится, а что оно получится? Никак не получится, когда рядом Китай и Россия со своим потенциалом. Вот поэтому и Китай заинтересован в России, потому что Китай, если взять его одного, он меньше имеет вооружения, чем Соединенные Штаты Америки более слабый. Ну, короче говоря, в этом смысле условия благоприятны. Если кто думает, что, скажем, появляется новая социалистическая страна, к примеру, Россия, ее удастся слопать, не удастся ее слопать, потому что она сразу будет поддержана и Китаем, ну, и Россия, так сказать, она, скорее всего, и будет той самой страной, которая и так находится в известных союзических отношениях, пусть не совсем формально, организованных с Китайской Народной Республикой. Ну, если Россия помогала Китаю, то и Китай поможет России, о чем он тут говорит. Поэтому ситуация в мире изменилась, нет уже однополярного мира, есть биполярный мир, есть его капиталистическая часть, умирающая, если Ленин писал и говорил, что империализм это высшее и последнее стадии капитализма умирающий, загнивающий капитализм, сами хотят, других хотят погубить, и сами могут умереть при этом. Вывод значит такой, что обязательно нужно создать в каждом городе, в каждой области соответствующую партийную организацию, городскую. То есть есть фабрично-заводские организации, есть городские организации, областные. Зачем? Ну, только эти органы позволят построить правильную систему советов, которая строится как по представительству от стачкомов, от стачкомов. Если не будет партийных организаций, ну, будут бастовать люди. Приплыла, так сказать, волна, пришла и сошла забастовывающая. Опять поднялась и ушла. Во всем мире бастует. Во всем мире бастует гораздо больше, чем в России. А результат какой? А никакого результата. То есть вы какие-то мелкие вещи решили, чего-то добились и до следующего раза. В следующий раз опять вас опускают, опускают, инфляция идет, зарплата у вас реального содержания падает, падает, раз, подъем, воюем, выступаем, и с флагами, и без флагов выиграли. Молодцы. Как только вы что выиграли, что получается с ценами, а цены растут и заплату вашу уменьшают. И дальше, скажем, рабочие деньги вам могут взять и увеличить. Или как вот все рабочее время рабочих, трудящихся, увеличили путем пенсионной реформы. Вы будете работать еще на 5 лет больше. Вот и все. Молодцы. Помогли старику. Реже стал дышать. Вот такая картина. Значит, должны быть заводские организации. Давайте посмотрим, как у нас обстоит дело самой рабочей партии России, которая к этому идет. А идет так, что это трудно очень получается. У нас фабрично-заводских пока организаций, партийных, пока нет. Это раз. Во-вторых, у нас городских организаций, как было в 1993 году три. Так и сейчас три. Какие у нас сейчас организации есть рабочие партии России? У нас есть Московская организация, у нас есть Нижегородская организация, она сейчас совместная с еще рядом товарищем, подключились товарищи из Самары и из Перми. и Ленинградская организация. Ленинградская организация устроена так. Собственно, Ленинградская организация и приписаны к ней, индивидуально приписаны к ней на партийный учет отдельные люди, которые в партии уступили, а пока в своем регионе не создали. И это пока тянется уже годами. Годами. То есть, это, в общем, ситуация не такая праздничная, что мы соберем весь хурал, так сказать, всей этой ленинградской организации, будем что-то обсуждать. Нам надо обсуждать, как сделать организацию, как сделать так, чтобы в каждом городе была и в каждой области была своя организация, городская или областная, которая будет заниматься заводскими организациями. Иначе никакого движения к советской власти нету, а иначе мы превратимся в такой большой Красный университет. Вот это очень хорошее дело, я тоже к этому руку приложил к Красному университету, являюсь там преподавателем, и мы там с удовольствием работаем, но мы понимаем, что если вот будет много-много людей грамотных и ничего не будет в организационном плане сделано, то никакого движения вперед не будет, потому что с одной стороны, когда идея овладевает массами, она становится материальной силой. Поэтому это очень важно, чтобы люди правильно понимали развитие событий, стояли на марксистских позициях, изучали ленинизм, изучали, как надо вести коллекционно судовые споры, и это знание до всех доносили. С другой стороны, если это сводится только к тому, чтобы донести, и оно не превращается в материальную силу, то есть не создаются, не делаются шаги по созданию соответствующих организаций, то мы тогда топчемся на месте. Вот я вынужден доложить, как член Центрального комитета Рабочей партии России, сопредседатель Электрологической комиссии, в этом отношении мы топчемся на месте, и очень долго. Почему? Потому что мы попали в ситуацию, когда нужны подвиги на этой почве. Почему подвиги? Ну, потому что кто вам расскажет, вот как сделать на вашем заводе, как получить там членов партии? Ну, кто? Ну, вот мы там вещаем с экранов. Сейчас вот очередное выступление, вот мое сейчас, вы его смотрите. И что? И что из этого следует? А, в общем-то, ничего и не следует. Кого-то я там сагитировал, к примеру. Ну, хорошо, поставьте мне птичку, что я кого-то сагитировал. Нам птички нужны? Или нам нужно, чтобы на... На кому? Нам вообще ничего не нужно. Кому нужны фабрично-заводские организации партийные? Рабочим, трудящимся. А кому нужны фабрично-заводские организации? Трудящимся, рабочим, которые будут делать советы. Потому что советы по представительству от запасовочных комитетов. Если вот мы до этой стадии дело не доведем, то мы будем просто хорошие такой университеты. У нас будет в капиталистической стране много грамотных марксистов. Это хорошо. И мы будем демонстрировать, какая у нас демократия. Вы можете быть марксистами и прекрасно мы вас эксплуатируем и еще усиливаем норму инфлуатации. Это же прекрасно. Это значит, что вы не против. Мы вам даем высказаться. Нам кто-нибудь запрещает высказываться? Вот кто-нибудь меня там будет снимать, не пускать. Зачем снимать, не пускать? Есть другие средства массовой информации. Там в тысячу раз больше будет самопротивоположное говорится. Там не будут призывать к тому, чтобы вы на заводах и фабриках создавали свои партийные организации. Там не будут призывать идти в профсоюзы. Там не будут призывать создавать стачкомы. Там не будут призывать к забастовке. Там, где вы выставили свои требования. Там не будут помогать в этом работе. Поэтому в этом особенность гуржуазной демократии вы говорите, что хотите. Или, как писал еще Черншевский, права человека в чем состоят. А каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. Есть у вас золотое блюдо? Ну, ешьте. А нет у меня золотого блюда? Ну, попросите у меня одом лизнуть. Вот в чем суть гуржуазной демократии. Поэтому никого выступление особенно не волнует. Я имею в виду правящий класс. Ну, вы выступаете. Весь вопрос в том, чтобы слово превращалось в дело. К сожалению, вот такая ситуация, что мы стоим перед очень трудным рубежом. Кто эту задачу может решить? Те члены партии, которые есть. И сочувствующие, которые есть. Я надеюсь, что, скажем, мое выступление послушают не только члены партии, но те, которые стоят пока в сторонке и смотрят, как у нас получится, тогда мы к вам придем. Если у вас не получится, то мы подождем. Вот стоят, а думают, что стоят, а на самом деле нас всех опускают. Опускают и опускают. потому что если мы не соединим ся в грозную такую могучую силу организованную, то у нас ничего не получится. Но как вы думаете, сколько членов партии было в 17-м году? Докладываю, в апреле 17-го года 80 тысяч членов партии. 80 тысяч, то есть это была могучая сила. Но 80 тысяч членов партии может управлять государством? Может. при том, и советы были, и советы еще. А советы были везде, везде сущие. И городские, и по-то, сказать, и прочее. Было трамуфальное шествие советов. Если есть советы и партия, то есть по существу новый аппарат управления. Нет советов, нет партии. Советы без партии это пустое место. Там будут другие партии. У нас очень много вьется людей, называют себя марксистами, называют себя коммунистами. Ничего общества с коммунистом не имеют. Они против диктатуры политориата. Они по существу называют рабочими всех, кого попало. Они не хотят стоять на позициях рабочего класса. Они не хотят служить рабочему классу. Можно подумать, что служба рабочего класса нас чего-нибудь лишает. Вот чего меня может лишить служба рабочего класса? Ничего не может лишить. Она только ставит меня в такое положение, когда я должен думать об истине, если я ученый. Об истине, а не о том, что скажет мне начальник. Вот если я бы не служил рабочему классу, может быть, я стал поддакивать сильным мера сего. А если я стою на позициях службы рабочему классу, я поддакивать сильным мера сего не собираюсь. Почему? Потому что есть другая сила рабочий класс, который восходящий, который идет в власти. И этой силе ей нужно помочь. Поэтому как решается эта проблема? Эта проблема, если ее философской поставить, она выглядит так. Есть предел, говорят, мы дошли до предела, ничего не получается. Вот у нас мало три члена партии Новосибирск или четыре. Новосибирск крупный промышленный центр, крупнейший. Четыре допустим члена партии Новосибирской. Мы дошли до предела. А что такое предел? Ну тот, кто изучал науку логику или в кружке, или просто смотрел лекции, тот знает, что предел это граница, которая переходит. Вот представьте себе прыжки в высоту с шестом. Ирина Есенбаева сколько сделала? Восемь мировых рекордов. Это что значит рекордов? Она каждый раз прыгала больше, чем она. Потому что рекорды у нее были. Она рекордсменка. То есть она каждый раз выходила за свой предел. А что такое выходить за свой предел? Развиваться. Вот если вы не выходите за свой предел, вы ограниченный человек. И я, если я не выхожу за свой предел, я ограниченный человек. Я например такое выступление делаю первый раз. В этом смысле выхожу за свой предел. Потому что до этого я такого выступления не делал. Но если мы не будем выходить за свой предел, мы останемся ограниченными людьми. А как называется выход за предел? Долженствование. Вы скажете ну это должен я не должен. Но если вы хотите эту задачу решить, то вы должны. Но должны это не значит обязаны. Ну как вы думаете кто обязан делать революцию? Никто. Есть такое обязательство которое обязывает есть такие нормы которые можно буржуазные которые обязывают рабочих и других членов общества делать социалистическую революцию. такое обязанность? Нет. А долг? А долг есть. Когда люди говорят я выполняю свой долг. Вы чего-то долг получили что ли? Нет. Долг должностов это быть должным это делать то что я до этого не мог выходить за свой предел а выходить за свой предел перестать быть ограниченным человеком перестать повторять что у меня этого не получается а выходить за это а как может получиться а вот так и может получиться что кто-то из членов партии придумает одно другое другое третье третье вот у нас для этого достаточно уже много людей то есть это люди самостоятельные это люди умные это люди инициативные, это люди дисциплинированные, и это люди творческие, поэтому вовсе не так обстоит дело, как какой-нибудь другой полувоенной организации, что есть, так сказать, начальник, и он скомандовал, мы пошли. Хотя вы знаете, что в настоящей войне, если только командуют командиры, а творчество не проявляет солдаты и партизаны, которым вообще никто ими вообще не командует, то такую войну не выиграешь. Так и здесь. Как это сделать? Как создать заводские партийные организации? Как создать городские партийные организации? Как следует сделать много городских, чтобы они охватывали все крупнейшие города России и крупнейшие фабрики и заводы России? Вот когда это будет сделано, считайте, что мы на пороге возрождения советской власти, восстановления. А если это не будет сделано, считайте, что это разговоры про советскую власть. Я не против разговоров. У меня вся, например, работа состоит в том, чтобы разговаривать. Поэтому я никак не могу быть противником разговоров. Но я-то должен отдавать себе отчет в том, что одно дело идея, а другое дело ее воплощение. Но идея чем отличается от мысли? Вот потолок белый, это не идея. Компьютер, вот клавиатура черная, это тоже не идея. А идея это мысль, которая отвечает на вопрос, что делать. Вот что делать, мы знаем. Как делать, пока не знаем. Кто скажет, как делать. Но те, кто будут пробовать, и потом расскажут. Вот те члены партии, может быть, те члены партии, которые не занимают никаких постов, не являются ни членами центрального комитета, ни контрольной комиссии, не являются секретарями, не знаем. Это те, которые пришли, и пришли может быть недавно, и пришли не для того, чтобы просто слушать, сидеть и голосовать, а пришли для того, чтобы свой талант, свой ум принести на то, чтобы побеждало общее дело. Потому что мы верим, что будет коммунизм. Только люди верят, что есть Господь Бог. Это ума не надо, чтобы во что-то верить. А вот выполнить свой долг, вот это задача, которую мы должны перед собой поставить. Ну и что говорит история? Когда люди ставят большие цели, а не маленькие такие, пойти и сделать вот это. Вот добьемся на 3 рубля повышения зарплаты. Это вот копейка на рубль. Это для профсоюза, это все хорошо. А вот для партии, конечно, нужно добиваться воссоздания советской власти и социализма. Все есть для этой книги. Вот есть книга наша с профессором Кальенов «Советы коформы государственной власти». Там есть проект конституции советской. Поэтому то, что нам сейчас предлагают в качестве поправок, там есть и неплохие поправки. Но это конституция, это буржуазная. Это конституция, это основной закон буржуазного государства. Вас он интересует? Ну, понятное дело, всякий класс, который устанавливает свою власть, придумывает потом конституцию. Никогда конституция не начинается, всегда кончается конституция. Вот сначала Ельцин расстрелял Белый дом, Верховный совет, а потом провел голосование. Причем на этом голосовании даже ни один проект не ставился. Поэтому сначала берется власть, потом устанавливаются законы, а потом уже конституции. Но также и советская власть у нас. Что сделала советская власть? не изложила временное правительство и старую законность выбросила буржуазную. Правильно? А потом первое время даже декреты были правительства, хотя законодательные установления должны делать представительные органы. А это не советы, а правительство делало. Временное тоже. Все это временная конструкция. Ну, а потом были советы, потом декреты советской власти, декреты самих советов. И только в каком году появилась конституция первая советская? в восемнадцатом году, а революция была в семнадцатом году. Поэтому люди, так сказать, отдалекие от этого дела, они думают, что вот мы создадим конституцию, на ней построим государство. Да наоборот, построим государство, а потом запишем в конституцию основные положения этого государства, чтобы его труднее было отобрать и разломать. Вот и все. Это общее правило для любого класса, который это делает. Так что если не беспокойтесь, если нам удастся получить власть советов, мы у нас и в советской конституции, если с этим дело не станет, тут уже все в порядке, все опубликовано, все есть, и буржуазия там не препятствует, дескать, публикуйте, что хотите, у вас ничего не получится. Мы должны о другом думать, чтобы у нас в рядах партии не было разговоров, что у нас ничего не получится, потому что тогда мы присоединяемся к тем, кто является нашими классовыми врагами. вот ну так поставила вопрос история, надо, чтобы получилось, а как это будет делать? Это вот, это делается как? Это делается борьбой, это делается инициативой, это делается подвигами, подвигами, а подвиг это вот подвижническая деятельность, это значит, что люди должны изобретать, изобрести, найти способы, найти способы сблизиться с рабочими или договориться, тем более, что вся буржуазная жизнь подталкивает к мысли о том, что если вы свою форму организации не создадите, у вас все отберут и все потихонечку отбирают, и сразу вас еще и прибавили, вот у нас количество трудящихся резко бы сократилось, потому что ушли бы они на пенсию и стали пенсионеры, пенсионеры сидели бы на лавочке, и эти пенсионеры так сказать, помогали бы воспитывать внуков, их оторвали от внуков, сказали, нет, вы будете работать и будете составлять армию тех, которые будут бороться против капитализма, а это люди опытные и злые, что у них пенсию отняли, они тоже могут известный вклад внести, и опытные это люди, которые много-много проработали, поэтому если до пенсионной реформы некоторые надеялись, что сейчас заживем, капитализм покажет не только свое звериное лицо, но и свои там положительные стороны, вам капитализм показал, что жизнь будет только все хуже и хуже и хуже, поэтому если вы не будете ее своими руками делать лучше и лучше и лучше, и в условиях капитализма, поскольку в условиях капитализма можно вести забастовочную борьбу, выдвигать требования и улучшать жизнь, а если вы не научитесь это делать в условиях капитализма, вы не сможете перейти к социализму, потому что тот, кто думает что какая-то объявится революция и после нее мы начнем бороться такого не бывает вот поэтому такие вот задачи очень сложные стоят перед кем во-первых перед членами рабочей партии россии поскольку они все писали заявление что мы вступаем в партию для того чтобы бороться за коммунизм я их не должен агитировать они сами пришли и говорят возьмите нас мы тоже хотим но это считайте вот скажем я обращаюсь к тем сознательным рабочим и сознательным трудящимся которые понимают или начали понимать что без партии либо профсоюзов и без создания советов никакому возрождении советской власти быть не можешь сначала совет и потом советская власть сначала гречка а потом гречневая каша сначала ломанка потом манная каша как они бывали чтобы будетabo찰сская власть и потом будет хорошо. Нет, вы сначала создайте вот здесь советы. Вот что нам предстоит. Я надеюсь, что товарищи, которые приходят к мысли, что пора коллективно бороться, должны подать заявление в партию. Для этого требуется написать, что вы признаете программу ИУСАФ, а не вывешен на сайте рабочей партии России. Пройти обучение в Красном университете и этот вопрос будет рассмотрен, и вы станете членом партии. А каким вы станете членом партии? Это зависит от кого. От партии в меньшей мере, чем от того, кто вступил. Потому что, может быть, те, кто вступил, лучше поймут, если у них меньше усталости, больше энергии, больше понимания, может быть, больше злости по отношению к классовым врагам, чем у тех товарищей, которые давно эту борьбу ведут, и как те люди, которые давно ведут, как некоторые опытные люди, они уже, так сказать, привыкли к этому, и они в некотором болотце. Вы начнете меня из этого болотца вытаскивать, а мне тут было уютно сидеть, уже все это привычно, я это все могу повторять. А тут вы говорите, это не так, вот давайте это по-новому, то по-новому. Поэтому я думаю, что без вот такого большого притока, прежде всего, рабочих, и, во-вторых, тех интеллигентов, которые хотят быть не на службе, буржуазии формально и по существу. Мы на службе у буржуазии. Рабочий класс буржуазии разделили, все созданы стоимости прибавочной, пошла буржуазии. За счет прибавочной стоимости кормят людей умственного труда, всех, и меня в том числе, за счет прибавочной стоимости. Поэтому такая ситуация непростая. Надо, тем не менее, чтобы люди умственного труда шли на помощь рабочему классу и служили бы рабочему классу. Не конкретным каким-то рабочим. Конкретным рабочим можете помогать, а служить должны классу, то есть действуют его интересы. И еще разъяснять классу, в чем состоят его интересы. Потому что интересы – это такая характеристика положения людей, которые показывают, что этим людям объективно выгодно, а не что сказал слесарь Иванов или токарь Петров. Вот что этим людям выгодно, мы должны с вами и делать. И еще надо в класс рабочий вносить сознание его интересов. А партия есть соединение научного социализма с рабочим движением. Вот, скажем, моя задача как представителя интеллигентов, интеллигентского труда, представителя знания – вносить сознание в рабочее движение. Я, конечно, если где-то будет какая-то часть, меньшая часть, чем рабочих, голосовать, я могу и поголосовать. Но вообще-то для меня это неважно и несущественно. Потому что если я интеллигент и не могу убедить двух рабочих в правильности того, что я продвигаю, то я на самом деле никакой не интеллигент, а болтун. Поэтому наша задача, наша вот, ледяная цена труда, обучать рабочих, уносить сознание в рабочее движение. И вот это соединение научного социализма и рабочего движения, как писал Ленин в работе, что делать, и есть партия. Ну, а задача, следовательно, задача сейчас такая, конкретная, которая требует подвигов, а подвиги – это то, что нельзя объяснить, как они получаются. Ну, как вам объяснишь? Как получается? Не знаю, как это у вас получится. Если не получится, все пропадем. Если получится, не пропадем. Значит, какие подвиги? Каждый интеллигент должен привлечь двух рабочих. В этом смысле его интеллигентское положение это позволяет делать хорошо. Почему? Потому что он может выступать и там, и там, и в контакте, и там, и писать, и выступать в самых разных формах. Если интеллигент не может двух рабочих привлечь в рабочую партию, Россию, я объявляю такого интеллигента, не интеллигента. Ну, то есть, не я это объявляю, я просто констатирую. Ну, что я за такой интеллигент, что это сила такая? Знание – это сила. Ну, хорошенькая же у вас сила, что вы не можете даже убедить двух рабочих в эту их партию. Вот я считаю, это слабость тогда. То есть, это вот критерий. Каждый интеллигент должен привлечь в партию и как-то изощриться, и привлечь в партию хороших, сознательных рабочих. Тогда эта проблема голосования в партии сразу решается. Если, значит, на каждого интеллигента приходится точно два рабочих, которые будут, так сказать, вот они троем могут голосовать, и будет две трети голосующих рабочих. Правильно? Все. А что касается рабочих, рабочие члены партии должны привлечь тоже двух рабочих, потому что, если они привлекут двух рабочих со своего завода, у них будет на заводе первичная, пабличная, саводская, партийная организация. Вот задача. Поэтому это еще важно. Поэтому, вроде бы, мы тут все равны в партии с точки зрения, так сказать, возможностей, но, конечно, задачи у нас разные. Рабочие привлекли еще двух рабочих и появились в пабличной заводской организации. Если есть кто-то на заводе один, только сколько он будет один? Ну, год один-два, год один-три. Ну, так работайте. То есть, каждый рабочий, я не говорю, что он обязан. Ну, как можно обязать человека сделать подвиг? Вот как вы думаете? Могу я требовать или какие-то решения партии принимать, чтобы вы сделали подвиг? Ну, это невозможно. А вот должен, долг, понятие долга, это совсем другое. Каждый рабочий должен найти еще двух рабочих и создать заводскую, фабрично-заводскую партийную организацию. А каждый интеллигент должен найти еще двух рабочих и решить проблему, которая у нас есть, когда у нас большинство интеллигентов в партийных организациях и у меньшинства рабочих. Это ненормальная организация. Ненормальная ситуация. Такого не должно быть. Все, что мы нашли у Ленина, все сводится к тому, как можно больше рабочих, чтобы еще больше его процентов было в организации. И в комитетах тоже. Само собой. Но у нас жесткое требование для комитетов и для голосования. Но еще и просто в составе надо, чтобы рабочих было много. Потому что без рабочих... Ну, как может рабочий класс взять власть, если в партии рабочего класса их мало? Ну, как? Никак. И мы стоим... Ну, поскольку мы ставим вопрос о переходе к власти Советов и к социализму на практическую почву, поэтому мне приходится такие вопросы ставить. А если просто болтать, мы хотим социализма. Мы хотим коммунизма. Я за коммунизм. И что? Ну, повесь себе сюда медаль. Кто тебе имеет? Какую хочешь медаль? Фашистский знак только не надевай. А это серпо, мол, ты можешь ходить сколько угодно. Они этого не боятся. Они говорят, видели мы этих коммунистов, они сегодня за это, завтра за то. Вон КПРФ ходит с флагами народовластия, хотя народовластия это прямая противоположность диктатуру пролетариата. С шарфами такими еще ходит до сих пор. Это о хвосте, так сказать, КПСС. Это не коммунистическая партия. Мелкопрорадная партия. Поэтому кандидатом на вот эту вот должность партии, которая должна возглавить строительство, борьбу за создание советской власти, пока является только рабочая партия России. Но она этим кандидатом, если только будет, и не выполнит свой долг, а не выполнит она свой долг, если члены партии не выполнят свой долг, тогда она будет просто, ну, так сказать, одной из организаций общественным объединением, собственно говоря. Она и так общественное объединение. Ну, и будет общественное объединение. Собирайтесь с кружками и рассказывайте друг другу, что вы за социализм и за коммунизм. И еще вспоминайте, как хорошо было вашим родителям, которые жили в Советском Союзе. Но поскольку я уже в ясном возрасте, я могу рассказывать, как мне было хорошо. Как мне было хорошо учиться, как мне было хорошо работать, как все было хорошо, пока не пришли эти злодеи, начиная с Хрущева, и начали все разрушать. Вот так стоит вопрос. Вот я такими мыслями поделился и обращаюсь теперь с просьбой, нижайшей ко всем, тем, кто действительно за социализм, действительно за коммунизм, чтобы они вступали в рабочую партию России и присоединялись к коллективной борьбе за воссоздание советской власти, социализма и СССР. Успехов, дорогие товарищи! Успехов в борьбе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова